Параграф 53. Многонациональные государства Этнокультурная гомогенность – скорее исключение на политической карте. Большинство стран в мире являются полиэтничными – Россия, Индия, поликонфессиональными – Германия, Босния и Герцеговина или поликультурными – Бразилия. Такие государства называются многонациональными. Существуют различные модели регулирования отношений в многонациональных государствах. Они разделяются на эксклюзивные – выступающие за выделение этносов из наднациональной общности, и инклюзивные – предполагающие включение этносов в наднациональную общность. Также они могут быть насильственными – с применением физической силы, принудительными – с психологическим давлением, компромиссные – с уступками при сохраняющихся противоречиях, и консенсусные – без значимых противоречий. Геноцид означает государственную политику по уничтожению инокультурной общности. Наиболее известные примеры – геноцид армян-турками в 1915-1923 годах, геноцид евреев-немцами – Холокост в 1933-1945 годах и геноцид Туцси со стороны Хуту в Руанде в 1994 году. Ассимиляция предполагает потерю инокультурной общностью своего «своеобразия». Результаты такого процесса хорошо видны в современных Франции – Голизация или Китае – Синосизация. Сегрегация приводит к принудительному отделению инокультурной общности от остальной нации. В отличие от геноцида, общность не уничтожается, а лишь ущемляется в правах, однако в отличие от ассимиляции, она сохраняет свое своеобразие. Сегрегация в отношении черного населения имела место в США до 1964 года и в ЮАР в 1948-1994 годах. Аппартеид. Аккультурация ведет к частичной потере инокультурной общностью своего «своеобразия». Такой процесс имел место в отношении народов Римской империи – Романизация, или в отношении шотландцев, ирландцев и валийцев Великобритании – Англизация. Часто оккультурация происходила в колониальных владениях европейских империй, например, Нидерландской Ост-Индии – Ботовианизация. При автономизации инокультурная общность наделяется особыми правами, позволяющими защищать и развивать ее своеобразие. В автономизации можно выделить этапы. 1. Культурная автономизация – предоставление статуса территориально необособленной автономии для сохранения самобытности, развития языка, образования и национальной культуры – поляки в России. 2. Политическая автономизация – предоставление статуса территориальной автономии для решения местных вопросов в рамках определенных Центром полномочий – каталонцы в Испании. 3. Федерализация – предоставление статуса территориальной автономии для решения местных вопросов в рамках разграниченных совместно с Центром полномочий – франко-канадцы в Канаде. 4. Контонизация – предоставление статуса территориальной автономии для решения местных вопросов в рамках самостоятельно по принципу субсидиарности определенных полномочий. итальянцы в Швейцарии. Консоциация. Отличается распределение между общностями ролей и статусов при управлении государством. Данный принцип действует между католической и протестантской общинами в Нидерландах и фламандской и волонской в Бельгии. В разное время он также применялся в Ливане 1943-1975, Малайзии 1955-1969, Фиджи 1970-1987. В ряде случаев Кипр, Северная Ирландия данная модель почти сразу не прижилась. Мультикультурализм. Концепция, обосновывающая необходимость сохранения и развития в стране культурного разнообразия. В многонациональном государстве элементы формируют единое, но не гомогенное общество. Данная модель «салатницы», хотя и подвергается критике, остается базовой для Европейского Союза. Интеграция подразумевает политику культурного смешения, при котором из специфичных элементов общностей формируется единая наднациональная культура. В таком случае многонациональное государство походит на плавильный котел, в котором элементы перемешались до такой степени, что их невозможно разделить. Данный подход стал базовым для США и ряда стран Латинской Америки. Субтитры создавал DimaTorzok